Добрый день, главы ухажаемые коллеги, разрешите поблагодарить за возможность выступления. Я вот совсем не генетик, если мою презентацию загрузят, то когда я делал презентацию, то у меня возникла ассоциация, что это некая борьба между прогрессивными молекулярными биологами возрождения и, так скажем, ортодоксами от клиники, онкологами, которые мешают внедрению данных персонализированных подходов в клиническую практику. Действительно же мы же сопротивляемся с вами, но, тем не менее, давайте действительно, как и Владислав, посмотрим, что же подсозревает под собой персонализированный подход. Первоначально, конечно же, речь шла только о таргетной терапии, о том, что была мишень и есть таргетный препарат. В дальнейшем этот термин усовершенствовался, усложнялся, были разработаны, особенно после того, как были разработаны различные экспрессионные панели для предиктора ответа на дивантную терапию или каких-то прогностических факторов. Но к 2017 году под термином персонализированной терапии стал пониматься подбор терапии, основанных на данных секвенирования, по сути дела, следующего поколения, что воплотилось в подбор терапии не на основании локализации опухоли, а именно по данным молекулярно-генетического анализа. И, в принципе, в клинической практике ко мне приходят больные, у которых есть вот такие пачки документов, которые гласят, да, у него какой-нибудь рак мочевого пузыря, а ему рекомендуют делать, там, не знаю, химиотерапию, как при раке толстой кишки, учитывая его и монгостохимические панели, или какие-то мутации, которые определяют выбор терапии совсем по другой нозологии. Конечно же, когда вы видите вот такие результаты лечения, как назначение асимиртиниба при раке лёгкого с мутацией Т790М в ЭДЖФР, или кризотениба при транслокациях РОС, или доброфениба, трометениба при мутации БРА в прилёгком, или ларотрептиниба, о котором уже говорили при НТРК-мутациях, или даже при РЭД, изменениях гена РЭД при лёгком, таргетного препарата, конечно же, глаза вот такие у онкологов, хочется всё это сразу назначить пациенту, независимо от того, чем он страдает. Да, мы видим, практически у всех больных уменьшается размер опухоли. Но можем ли мы так поступать в своей клинической практике? И, в принципе, я попытался для себя разработать план своего выступления о том, по каким пунктам у меня есть определённые сомнения. Во-первых, какова частота клинически значимых мутаций у наших пациентов? Какова эффективность терапии при отборе пациентов по данным молекулярно-генетического анализа, о чём уже говорил предыдущий докладчик? Подбор терапии по изучению, по данным биомаркёров, которые основаны на иммуногистохимическом анализе, либо на экспрессии РНК, это мы тоже часто встречаем в своей клинике, и подбор терапии по данным изучения опухоли конкретного пациента на предклинических моделях, которые тоже было довольно модно, делать аватары машины, ксенографты, и подбирать чувствительность препаратов именно для конкретного больного. И давайте попробуем каждый из этих пунктов рассмотреть. Поиск клинически значимых мутаций. Конечно же, если посмотреть на молекулярное профилирование, хотя бы тестом, основанным на излучении эмоционального анализа 73 генов, то вы обнаружите, что если смотреть на циркулирующую опухолевую ДНК, мутации выявляются практически у 84% больных. Если смотреть на ткань, то там мутации выявляются практически у всех, 94%. То есть есть определённые мишени. Насколько они релеванты, насколько они клинически значимы, насколько мы можем подобрать терапию к этим мутациям. Классическое исследование, это опытный Диандерсона, который изучил, собственно, более 2000 пациентов было включено в исследование, небольшое количество мутаций. Изначально мы видим, что, да, клинически значимы, к своей точке зрения, было сначала 57%. Обратите внимание, что частота этих мутаций, клинически значимых, она варьирует от сарком, который встречает эти мутации в 20% случаев, до рака поджелудочной железы. Однако, когда они исключили мутации в гене КИРАС, для которых, собственно, нет таргетного препарата, изучили ТП-53, для которых нет таргетного и специфического лечения, которое было бы эффективно и зарегистрировано, и заключили мутации ADH2-гена, то оказалось, что уже наполовину меньше больных имеют клинически значимые мутации. С 60% до 30% уменьшило данная популяция больных. И абсолютно поменялся спектр нозологии. На первое место, конечно, вышла меланома, сберав свои мутации в 50% больных. И только 5% больных имеют клинически значимые мутации, если мы говорим, например, о раке почки. Но, тем не менее, даже когда они проскринировали столько больных, только из 2000 только 54 пациента вошли в клинические исследования, направленные именно на данные молекулярные нарушения, которые были выявлены. И эти клинические исследования оказались, собственно, всего 10 генов, да? Два из которых наиболее часто – ПИ-трикассия и БРАФ-мутация. Какова эффективность, например, при данной терапии препаратов, об этом я скажу позже. Другое интересное исследование – CMH-схема, которая показывает… На самом деле, несмотря на такие большие схемы, всего лишь исследование второй фазы, хотят посмотреть долю пациентов с объективным ответом, если им назначать терапию основных молекулярных нарушений. Буквально, вот, собственно, когорты. Мы видим, что здесь практически 20 когорт больных с определенными молекулярными нарушениями, которые есть препараты, которые, в принципе, зарегистрированы. Большинство из них зарегистрированы для лечения, например, других нозологий. А здесь же они пытаются, как действительно в баскет-трайл, когда в корзину любую нозологию бросают, имеющую одну альтерацию какую-то, которую можно назначить. Буквально две недели назад дали предварительные данные. Обратите внимание, уже практически 6 тысяч образцов опухолей от взрослых пациентов было изучено в этом исследовании. И обратите внимание, интересно, что в это исследование, хотя принимало участие тысяча сайтов в США, большинство больных имело довольно редко встречающиеся опухоли. Понятно, что здесь терапевтических опций мало, и все этих больных пытаются хоть в какое-то клиническое исследование засунуть. Здесь как раз 61% это были пациенты с реже встречающими опухолями, нежели толстая кишка, молочная железа, легкая предстательная железа. По результатам анализа только 18% удалось выявить молекулярно-генетические изменения, которые подходят вот к этим 20 когортам терапевтическим. То есть мы можем сказать, что 82% больных не вошли в это исследование. Не было у них вот этих даже минимальных клинических значимых альтераций в геноме, для которых можно было подобрать эту терапию. При этом только половина из них, 69%, включены в итоге в исследование, потому что кто-то запрогрессировал и умер. Большинство же орехимиорефрактерные пациенты, кто-то отказался от дальнейшего лечения и так далее. При этом нужно отметить, что были какие-то когорты, которые до сих пор не включили ни одного пациента. Да, мы говорим, например, о гене НТРК, да он редко встречается. Нужно скринировать всю популяцию людей больных, всю популяцию людей США, чтобы получить несколько больных с НТРК изменениями и назначить им соответствующий ингибитор. То же самое здесь половина когорт, не половина, но четверть когорт, в конце концов, даже не наполнены больными. То есть исследование на самом деле идёт тяжело. Но предположим, да, мы согласимся, что клинические значимые мутации бывают, но их частота не так велика. Всего там от 3 до 18% по разным исследованиям. Но какова эффективность терапии в этих мутациях? Да, мы добавляем специфическую терапию. Конечно же, начнём с оптимистических исследований. Вот одно из оптимистических исследований по персонализированному подбору у больных с солидными опухоли химиорофрактерными, которым делали молекулярный анализ. Оно довольно старое, ещё опубликованное в 2012 году, и действительно показало интересные результаты. Но посмотрите внимательно. Большинство больных имели мутации в ГИНИРЭТ. Понятное дело, что это большинство пациентов, которые имели заболевание щитовидной железы, и просто пациентов подбавляли. Но видите, графики расходятся. Выживаемость выше, если назначали терапию, основываясь на молекулярных нарушениях, а не обычное лечение. Точнее, пациенты, которые не вошли в это исследование. И объективный эффект был выше. Однако оказалось, что на самом деле группы-то не сбалансированы. По сути дела, это было в том, что исследование было ретроспективное. Молекулярный анализ проводили уже когда пациент входил в какие-то исследования, то есть уже через некоторое время. И мы видим, что группы, например, не были сбалансированы по уровню ЛДГ. И, соответственно, мы видим, что при общей выживаемости в многофакторном анализе уже эффект подбора терапии по генетически опосредованной тактике провалился, он уже незначен. А на первое место выступает распространение болезней, различный прогностический фактор, в том числе и ЛДГ. Другое исследование тоже, на мой взгляд, довольно позитивное. В большинстве своём оно не рандомизировано. Это просто пациенты, которые в итоге вошли в исследование с подбором таргетной терапии, которым не удалось подобрать какую-то терапию. Конечно, численно больше больных пациентов генетически опословленной терапии имела выживаемость без прогрессирования контроль болезни более 6 месяцев. Ну, в два раза, с 19 до 8%. Это можно считать за позитив. Другое исследование, исследование Impact Compt. Уже большее количество больных, опять же, 1893 пациента, скринировано. Что получилось? Только 15% больных получили лечение в рамках клинических исследований, из них 5% в исследованиях, соответственно, с обнаруженными генетическими изменениями. Причём, интересно, в этом исследовании применялись сравнение двух панелей генов для того, чтобы предсказать отбор больных. И обратите внимание, что спектр мутаций по обеим системам различался. В первой системе чаще встречались мутации КИРАС, в другой системе ТП-53. Понятное дело, что часто объективный ответ был выше, но, к сожалению, это не привело к улучшению выживаемости. Невыживаемости без прогрессирования, ни общей выживаемости. Ещё одно исследование СОФИР, тоже недавно опубликованное, ну, относительно недавно опубликованное. Мы видим, что спектр мутаций здесь уже интереснее, здесь уже были препараты доступнее, и в GFR ингибиторы применялись, и в ПИА-3К ингибиторы применялись, и в МЕТ ингибиторы применялись, но это вылил всего 9% объективного эффекта. И ещё одно исследование. Мы видим, что значимого улучшения нет. Сравнение просто со стандартной терапией проваливается по выживаемости. Тогда пошли дальше. Зачем нам действительно группа со стандартной терапией? Возьмём в качестве стандарта просто длительность предыдущей линии лечения. И давайте, если у нас таргетная терапия поможет, она увеличит продолжительность предыдущей линии лечения на треть. Вот это исследование на СКАТ-01, этому было посвящено. Действительно это получили, вроде как позитивно, но медиана выживаемости без прогрессирования 2 месяца. Поклонник 50% больных сразу прогрессируют по первому объективному ответе. Таким образом, все вот эти исследования, которые не имели контрольной группы, они, конечно, проваливались. Мы, конечно же, опять же, можно сказать, ортодоксы от доказательной медицины и требуем исключительно проспективных исследований, рандомизированных, чтобы была контрольная группа, чтобы мы поняли, лучше это нашего стандартного подхода или не лучше. Действительно, есть вопросы к исследованию ШИВА о том, что там и недостаточное было число генов для профилирования, и то, что применялись иммуногистохимические маркеры, то, что назначались, там называют ингибиторы ароматаза в случае гиперэкспрессии рецепторов эстрогенов и прогестеронов. Но, тем не менее, исследование, как предыдущий оратор сказал, что провалилось. Ни объективный эффект не различался, ни выживаемость без прогрессирования. В самой статье авторы говорят о некоторой гетерогене, возможно, и внутриопухолевой гетерогенности, поэтому она провалилась. Но, тем не менее, давайте объективно посмотрим. Ещё раз вернёмся к тому исследованию, где показалось, что чаще у нас, какие гены нарушаются. Бейраф и Петри Кассией. По генам Бейраф. Исследование Баскет, о котором говорили уже. Взяли всех пациентов с различными нозологиями, но имеющие эту ультерацию. Дали веморофени, посмотрели, что получилось. И мы видим, что имеется чёткая зависимость от нозологии и эффекта от веморофениба. Если при раке лёгкого это помогает, частота объективных ответов 42%, при кишке 0%, при холангиоцелулярном раке тоже только 12% и так далее. Причём, если посмотреть на длительность этих эффектов, обратите внимание, синенькое, это, собственно, когда возникло, что большинство пациентов, они запрогрессировали в дальнейшем. И очень быстро, на уровне 2-3 месяцев лечения, даже если у них был ответ. В этом исследовании показали, что если мы комбинируем бейраф-ингибиторы с анти-ИГФР-ингибиторами при раке толстой кишки и бейраф-мутацией, это лучше. Частота объективных эффектов растёт. И в этом году опубликовали результаты уже проспективной работы, чтобы сравнить и ГФР, и ринатыкан, и анти-ИГФР, и ринатыкан, и веморофениб. Что получилось? Не то, что мы ожидали. Всего на 2 месяца мы увеличили выживаемость без прогрессирования. То есть даже если эффект есть, он непродолжительный, мы не ожидаем такого эффекта терапии, которая стоит, я извиняюсь, полмиллиона рублей. Поэтому здесь всё-таки должен быть значимый эффект. Если говорить о раке лёгкого, опять же, что назначать, если есть эта альтерация? Классическое исследование было проведено, имеющие 3 когорты при раке лёгкого. Мутация в гене-бейраф в случае во второй линии терапии. Мы видим частоту объективных эффектов на уровне, выживаемость без прогрессирования, 5 месяцев. В случае, если мы добавляем в этой клинической ситуации мег-ингибитор, выживаемость увеличивается за 9 месяцев. Если мы эту двойную комбинацию переводим на первую линию терапии, то мы видим, что все пациенты отвечают, а медиа на выживаемость без прогрессирования 14 месяцев. Однако, повторюсь, чтобы получить такие эффекты, 36 больных с бейраф-мутацией, нужно было, даже когда считали гистат-гипотезу, скринировать 2 тысячи, 4 тысячи, а 2 до 4 тысячи людей, болеющих не мелкотличным раком лёгкого, чтобы этих пациентов выжить. Фармакогеномически это оправдано? Я думаю, что абсолютно. Нет. Другая ситуация перед рикосией. Какие у нас есть возможности? В настоящий момент только единственное позитивное исследование, которое что-то показало при сравнении со стандартной терапией. При этом здесь стандартная терапия считалась просто элитрозол. Либо комбинация элитрозола с пиатрикосией-ингибитором у пациентов с 1-й, 3-й стадии рака молочной железы. И что получилось? Да, увеличение объективного ответа. Однако, это была предоперационная терапия. Никакого эффекта в отношении полных патоморфозов не получилось. Таким образом, опять же, даже этот пиатрикосия-ингибитор, который дошёл до второй лишь фазы, он имеет слабую активность. Таким образом, подобрать к этой мутации нарушение, мы не можем. Возвращаясь к пресловутому киерасу, для которого нет в настоящий момент никакой терапии. Конечно же, заманчивым видится применение мек-ингибиторов. Мы видим, что сигнал передаётся с киерас далее на бейраф и мек. Если мы мек блокируем, то, по идее, должен быть эффект. Надеялись, сделали исследование с селюметинибом при раке лёгкого. Первое исследование провалилось в сравнении с доцитоксалом во второй линии. Зато другое было позитивно. Обратите внимание, как графики расходятся с обживаемостью без прогрессирования. Комбинация с селюметинибом и мек-ингибитором с доцитоксалом. И если бы пациент в 2014 году пришёл в какое-нибудь агентство, которое делало молекулярное пролиферирование, то бы система вам выдала это исследование, мотивируя, что при киерас-мутации вот видим такие эффекты, возможно, вам будет выигрыш от данной терапии. Однако, надо было дождаться всего три года, чтобы получить результаты третьей фазы исследования, которая абсолютно провалилась. Ничего не даёт селюметиниб комбинация с доцитоксалом по сравнению с доцитоксалом при мутации киерас-мутации. Таким образом, к вопросу о том, доказательная значимость какая должна быть, когда мы ориентируемся на молекулярное профилирование, можем ли мы ограничиваться первыми, вторыми фазами и не ждать третьих, на самом деле, по моему мнению, ответ только один. Должны. Должны мы ждать третьи фазы, потому что большинстве в своём эти исследования в настоящий момент пока проваливается. И клинический пример. Это вот пациент, который ко мне приходил. Foundation One известный тест, который изучает молекулярные изменения и подбор терапии. Вот рекомендовано. Рекомендовано. Нашли такие-то альтерации, рекомендуется, как вариант. Вот есть такие исследования. Но обратите внимание, доказательная база основана на одном клиническом наблюдении вот каждых из этих перечисленных молекулярных нарушений. Хуже только мнение эксперта в случае, если мы говорим о рейтингах доказательности в нашей клинической онкологии. И опять же, какой тест мы принимаем? Это тоже большой вопрос. Формально. Да, вот есть Foundation One, он уже зарегистрирован, можно применять. Мы делаем аналогичную платформу и, соответственно, зачем нам валидироваться? Нужно валидироваться. Исследование сравнило две абсолютно, по сути дела, идентичных платформы по выбору, по выявлению молекулярных нарушений и подбору таргетной терапии. Обратите внимание, они абсолютно различаются по своим рекомендациям того, какой препарат пациенту выбрать. И это не одно исследование. Вот ещё два исследования, показавшие абсолютно аналогичные данные о том, что два вроде как приблизительно одинаковых по подходам молекулярных тестов показывают различные варианты и по результатам мутационного анализа, и по рекомендациям лечения. И, соответственно, вывод о том, мы не можем даже какой-либо тест применять без валидации. Мы не можем ссылаться на предыдущий тест. И при этом, в моем мнении, тоже чувствительность опухоли к тому или иному таргетному препарату она опухолеспецифична. И нужно применять не БАСКИТ-трайл, а Амбрелла-трайл, когда мы в одной нозологии в зависимости от молекулярных нарушений назначаем либо контрольное исследование, контрольное лечение, либо исследовательскую терапию. Ну и, конечно же, если я успею, расскажу их больше, но хотел бы вот на это подчеркнуть, и вы это часто встречаете. Да, у нас есть зарегистрированные биомаркеры экспрессии ХЕР-2, эффективность ростозумаба при молочной железе и желудке. У нас есть, не знаю, рецепторы эстрогенов и эффективность снятия эстрогенов при молочной железе. Но чаще всего, вот опять же, клинический пример, это то, что приходят ко мне люди. Рекомендуется, пациенты сделали исследование, им рекомендуется, например, классика, высокая экспрессия ИРСС, поэтому у вас препараты платины будут неэффективны. Вы что, зачем вам они нужны? А мы говорим о пациентке, например, которая обсуждается назначение адювантной или переоперационной химиотерапии, где же вопрос идёт не о продлении жизни, а о выживаемости, о том, что мы можем пациента спасти. И вы говорите, не смотреть на результаты третьей фазы. А вот, пожалуйста, рак толстой кишки, исследование, это лишь второй фазы, где была стратификация по экспрессии ИРСС и эффективности оксалиплатиновых производных. Никакого эффекта экспрессии не оказывает на эффективность оксалиплатиновых в рандомизированном клиническом исследовании проспективном. Аналогичные данные при раке желудка. То же самое, экспрессия ИРСС никакого эффекта на выживаемость не оказывает. Нет зависимости эффекта от терапии платины и экспрессии ИРСС. Другая классика, топа изомераза 2 И эффективность антрациклинов. Что мы можем поэтому сказать? Можно даже найти исследование проспективное, очень интересное. Когда брали пациенток HER2-негативной ракомолочной железы, проводили предоперационную химиотерапию, при этом они взирали биопсию, проводили транскриптонные исследования, смотрели экспрессионную панель, чтобы посмотреть, будет ответ на химиотерапию или нет. И дополнительно смотрели экспрессию топа 2 альфа, чтобы больных уже распределить на группы, назначать им антрациклины или не назначать. И была, конечно же, стандартная группа лечения. Всё, уже заканчиваю. Что же оказалось? Даже выключаю специально. Да, сразу скажу, что в 2006 году вот эта экспрессионная группа, экспрессионные данные показали, что можно предсказывать эффект предоперационной химиотерапии. Но что интересно, обратите внимание, никакого эффекта, никакого улучшения выживаемости от того, что вы топа изомераза 2 использовали, и эффективность вот этого молекулярного подбора терапии не отличалась от эффективности стандартной терапии. И вот здесь как раз это подчёркивается. Есть экспрессия топа изомеразы, нет экспрессии топа изомеразы. Эффект доксорубицина с этим не был никак связан. Ну и, конечно же, тубулим можем тоже пропустить, и эффективность платины. Но единственное, вот это исследование опубликовано буквально несколько тоже недель, месяц назад на конгрессе по раку лёвкову. Третья фаза исследования. Опять же, к вопросу, почему мы должны ждать третью фазу исследования, и даже ориентироваться не на вторую фазу со стратификацией, а именно отбор терапии по молекулярному профилю и в сравнении со стандартной группой. Неминкоклеточный рак лёгкого, одевант, глоберация, пациентов рандомизируют либо на стандарт 3 курса доцитоксил платины контрольной группы, либо в зависимости от экспрессии, будь то высокой промежуточной или низкой, то или иной химиотерапию, если мы ожидаем, что при высокой экспрессии версии платина не должна работать. Что же получилось? Исследование было абсолютно негативным в виде общая выживаемость не различается между стандартной группой и суммарной группой по клиническому отбору. Таким образом, даже ориентируясь на ИГК, каждый биомаркёр должен быть проверен в рандомизированных исследованиях. Каждое молекулярное профилирование, если говорите, что для вас вы можете определять эффективность в каких-то случаях при меланоме, при мутации БРАФ, только БРАФ-ингибиторов, а МЕК не нужен, это нужно проспективно валидировать со стандартом. Только тогда мы будем действительно говорить о том, что мы спасём больных. Потому что, когда мы назначаем вот эти методы вне рамок клинических исследований, а просто на продажу и зарабатываем денег, на самом деле мы говорим о жизнях пациента. Мы рискуем, потому что нет никакой доказательной базы. А дальше я тогда не буду говорить. Спасибо.